Ребята, всем привет! Маша и Олег снова с вами. Почти все лето мы провели в городе, работали над календарями на 2024 год, поэтому был перерыв в выкладывании видео. Ссылочку на наши календари оставляем в описании. Их можно купить на Вайлдберрис и Озон. А сейчас мы с вами вернемся к нашим деревенским приключениям. Напоминаю, что мы, москвичи, купили неглядя деревенский дом в Глушитверской области за 100 тысяч рублей. И в нашу первую ночевку развалилась затопленная печка и случился пожар. Вовремя приехали пожарные и дом спасли. Восстанавливать дом после пожара нам помогает наш сосед Анатолий Михайлович, он же дядя Толя, главный мастер на все руки в нашей деревне. В этот раз мы приехали на пару дней проверить, как идет работа в доме и подышать свежим воздухом после Москвы. Это был конец мая. Начали после пожара восстанавливать нашу избушку. Вот у нас уже новое окно. В это окно пожарные выбрасывали раскаленные кирпичи после того, как развалили печку. Кстати, смотри, здесь обнаружилась бейсболка интересная. Юта-джаз. То есть это, видимо, знаменитый фестиваль джазов в штате Юта. Что здесь делает бейсболочка? В Кирской области. Пыльновато. Надо постирать, буду ходить. Хорошая бейсболка. Можно Лене подавить в Москве, он джаз любит. Я помню, мы ее выкидывали, видимо, спас. Ну что, заходим? Давай. Интересно. Дядя Толя печку разобрал. Как думаешь? Сейчас посмотрим. Ну, там печка-то это несколько тонн кирпича. Это не так-то просто. Ого! Разобрал. Печки нет. Смотри, сколько места. Здесь же была русская печь. И где теперь русская печь? В истории. Потрясающе. Ну, здесь стало просторно. Вообще хоромы. Надо каким-то образом сказать. Смотри, раз дырка, два дырка. Да. Что, нам теперь осталось почитить все от копоти, которая здесь была просто задымление. Не будем называть наш пожар пожаром. Скажем, что это было задымление. Так и есть. Открытого огня здесь не было. Надо как-то сделать, чтобы ушел запах горелый. А печку будем класть новую. Вот на этом самом месте будет стоять печка, но уже поменьше. И топить ее будет попроще. Русская печь, к сожалению, это не наш вариант. Это прекрасная вещь для истории. Но русскую печь, когда приезжаешь осенью, в минус или зимой, приходится очень долго топить, пока не станет тепло. Иначе она работает таким аккумулятором холода. Допустим, приехал здесь минус 40, и у тебя стоит несколько тонн кирпича с температурой минус 40. Пока их разогреешь, пройдет много времени. Поэтому от русской печки мы вынуждены отказаться. Но не от русского государства. Здесь уже зачищена краска. Здесь все обуглено. Ну так прочнее будет. Кстати, не особо пахнет, да? Ну уже да, запах постепенно выветривается. Не так страшно все. Проводку Анатолий Михайлович старую снял, которая уже и так нуждалась в замене. Но пожар подтолкнул нас к тому, чтобы заняться ремонтом всерьез. Поменять проводку, развалить печку, вставить новые окошки, щели заделать, законопатить. Здесь дыра под трубу под печную. Там наверху стоит так называемый кабан, как называют его в деревне. Кирпичный кабан. Вообще все по-другому. Хотя просто печку убрали. Стал прям очевиден. По-простому. Зато сколько мест. Здесь теперь можно устраивать сельские праздники. Ну это практически клуб. Здесь можно поставить большой стол, проводить свадьбы, поминки, дни рождения, именины, годовщины вошшествия на престол нашего императора. Можно здесь организовать целый центр культурной жизни. Не только деревня, но и всего села, всего муниципального образования. Давай организуем хотя бы спальню для нас. Этого будет пока достаточно. Да, идешь, все громыхает. Да, но не все громыхает. Вот громыхает вот этот шкафчик. Видимо печка. Удерживала. Она как-то изменила немножко угол наклона всего пола. И пол стал немножко гулять. Но мы его как-нибудь не знаем. Мы его выровняем. Может быть с помощью фанеры. А сверху положим ламинат. Будет у нас тут как в нашей московской квартире. Но почему нет? Приятно будет ходить босиком. Половички отстираем постелем. Будем ходить по половичкам. Ставим новые москитные сетки. Скоро сезон этих слепней. Самый ужас местный. Будем спасаться от них за москитными сетками. У местных даже есть легенда о том, что лет 50 назад слепни, съели дизель. А, да, да, да. Тратор какой-то. Нам рассказывали. Нашли косу легкую, как перышко. Маше с ней будет удобно работать, потому что Маша тоже легкая, как перышко. Сейчас мы ее немножко подправим в меру способностей городского жителя. Попробуем покосить первый раз в жизни сами. Очень приятно. Приятное занятие, я вам скажу. А мы хотели покупать газонокосилку за страшные деньги. Может быть, будем вот этой штукой пользоваться. Смотри. Дай мне попробовать. Сейчас. По-моему, это быстрее, чем газонокосилка. Да. Только собирать надо будет. В прошлый раз пользовались с тобой аккумуляторной газонокосилкой. Она какая-то неказистая. Это мне больше нравится. О, машина едет. Дядь Толь, наверное. Анатолий Михайлович. А мы тут травмскую косим. А я вижу, что с косой. Здравствуйте. Вот, здесь я закрыл пока, чтобы с комары не летели. Так, тут надо, если будем делать все, как по-моему, сварить песочницу. Да. Я керамзит привез. А зачем керамзит? Засыпем керамзитом, чтобы какой-то изоляционный материал был. Нет. Атолий Михайлович, но если будет всего четверть кирпича, но это же мало. Почему мало? Ну, а плахно? Ну, у меня же стоит. У Вали Смирновой стоят. У всех. У Жени Даниловой стоит. У всех так сделаны печки, что. Если я, типа, сложу ее на ребро, на плашне кирпич, кирпича много уйдет, это напревает. Это не проблема. Нет, не очень много. Не намного. А пока ты ее греешь, пока она вот кирпич вот такой ширины прогревается, уйдет у тебя сутки. Да? Сутки? Ну, не сутки, но часов пять тебе надо, чтобы дало оно тепло в комнате. Но если четверть кирпича прогревается за полтора часа, за одну турку, но, соответственно, кирпич прогреется за три часа. А ты приехал, тебе, чтобы надо было тепло, ты лучше два раза в день протопи. Вот я приезжаю зимой, даже зимой, вот эту печку топлю. Приехал я, затопил. Прошло шесть или пять или четыре часа, я еще раз затопил. По десять полет, больше не кладу, березовую. Ну, у этих можно побольше. Может быть проще. Ну, вот мы приехали, включили теплообогреватель, топим печку, она один раз натопилась, и до следующего дня я слушаю себя в два раза в день. Оно все равно тепло, столько не будет, как ты хотел, чтобы раз в день натопить. Зимой все равно так и так. А весной и летом, вот ты приехал, сырость, ты, я раз, пять поленок принес, шесть, бросил, и у тебя тепло пошло. Там все стекла надо менять. Ты понимаешь, вот, смотри, они все полопались. Хорошо, что они стояли, кстати, зимой. Да, вот, видишь, все полопалось. Мы, если туда полезем, щиток, они приедут, скажут, нахуя вы лазите? Вот, да, вот. Вот это идет в дом, вот они. Вот, вот это идет в дом. А, вот эти два. Да. Вот, вот смотри, я подключаюсь к ним. Белый и синий. Вот, смотри, раз. А выключился автомат. Вот. Погоди. Ага, что-то выбивает. Значит, не ротал. Каратит. Каратит. Ого. Это идет в дом. Вот эти два провода. Да. Вот они и все. Значит, надо их смотреть. Не их, а вот там, на выходе их посмотреть. А заземление у нас тут вот это уже. Да, да, да. И покрасим. Маленькой кисточкой все покрасится хорошо. Смотри, не упади. Ты ходишь тут, как этот. Зато фильм интересный получится. Если упадешь. Правильно. А потом ты стукнешь головой, мол, нахуй. Да разобьешь ее, да голову еще пробьешь. Нет, лучше не надо. Ладно, не буду. Все, до завтра. Вот, молодец. Видишь, стало получаться. Косить траву косой нам понравилось. Хотя местами это было сложновато из-за неровности участка. Половина пространства неровная из-за грядок, которые остались от прежней хозяйки. А на второй половине растут яблони, сливы и кустарники. А также тут-ту-ту-там мы натыкались на загадочного вида железяки. Я думала, что после весенней уборки участка мы все извлекли из земли. Но нет, с апреля вырос новый урожай металлического мусора. Наша соседка, бабушка Нина, рассказала нам забавную историю. Александра Федоровна, бывшая хозяйка дома, была уже в преклонном возрасте, когда ее стал одолевать паранойя. В один прекрасный день она вернулась из города в деревню, и ей показалось, что кто-то залезал в ее дом. В этот же вечер, после наступления темноты, она закопала где-то на участке ящик с консервами, самовар и комплект серебряных ложек. На следующий день она решила, что все эти предметы все-таки ей нужны в доме, а не в земле. Но не смогла вспомнить, где именно она их закопала. На выручку приехал ее племянник из соседнего села. Перекопал весь огород и ничего не нашел. После этого Александра Федоровна обнесла участок колючей проволокой и на этом успокоилась. Нашли в доме косы и работаем ими. Лет 15 назад кто-то их наточил, смазал солидолом, связал тесемочкой и поставил на северной террасе. И вот эти косы нас дождались. Их даже точить не пришлось, так я немножечко прошелся. Острая, как бритва, советская сталь. Очень приятно работать косой. Симпатичная коса. Вот здесь такое латунное колечко блестящее. Вот так вот она косит. Рядом с дорогой в нашу деревню находится удивительный источник. Вода здесь бьет с глубины в один километр, прямиком из доисторических подземных озер. Эта вода насыщена фтором, магнием и кальцием. При этом большинство местных жителей предпочитают брать воду из колодцев, потому что у воды из этого источника странный привкус, который исчезает только после того, как вода постоит некоторое время. Нам же она показалась отличной. В нашу прошлую поездку мы встретили у этого источника человека. Он приехал сюда набрать впрок воды в большую пластиковую бочку. И когда мы подъехали, он уже все сделал и просто стоял, глядя на то, как вода вырывается из недр земли. Надо признать, что это очень умиротворяющее зрелище. Звук плещущейся воды под чириканье птиц. Блики на воде. Так вот, мы приставились этому человеку, и он приставился нам в ответ. Зовут его Виктор. Он из соседнего села. И по удивительному стечению обстоятельств, или, впрочем, не такому уж удивительному, ведь здесь почти все приходятся друг другу родственниками, он оказался двоюродным племянником бывшей хозяйки нашего дома Александра Федоровны. Сюда он приезжает только летом, а в остальное время живет в Петербурге. Меланхолично, глядя на воду, бьющую из земли, Виктор поведал нам о всех недостатках жизни в этих местах, а также о непростом характере своей двоюродной тетушки. На прощание, посоветовав нам бежать отсюда как можно скорее, он закинул полную бочку с водой в свой вездеход и уехал. Здесь у нас была дыра от печки. Еще вчера. Прогоревшая. Теперь пол заделан. И здесь тоже мы успели заделать. Половицы положили. Тут стояла русская печь, как мы уже говорили. Теперь осталось чуть-чуть отделочной работы, доведение красоты. Присматриваемся к вагонке. Потому что химические материалы всякие, типа ВСП или арголита, они стоят ненамного дешевле, но при этом они вредные и не очень красивые. А помните, как в одном из роликов мы плавали на лодке по разлившейся в половоде реке? Какое-то было безграничное водное пространство. А сейчас мы вновь отправимся в путешествие по этой реке. Только уже спустя полтора месяца, когда вода полностью вернулась с берега. На этот раз мы поплывем в другую сторону, в село за свежим хлебом. В нашей деревне магазина нет. А в апреле-май местные жители обычно передвигаются между населенными пунктами именно по реке. Так получается быстрее. Потом же летом река так обмелеет, что придется снова ездить в магазин на машине. Здесь такой мост был. Вот здесь, да? Деревяно огромные. В войну войска ржаву сли. А, солдаты, пехота шла. Конечно. Ага, на юг. Сосемь тысяч гнали. На убой. И все под ржавом легли. Значит, можно не привязывать лодку. Хорошо. Владимир Сергеевич, сторожел, говорит, что лодку в местном селе можно не привязывать. На цепь никто ее не возьмет. Здесь таких обычаев не водится пользоваться чужими лодками. 30 килограмм весит наш двигатель. Здесь наше топливо. Чистый российский бензин 92-й. С помощью вот такого вот приспособления подключаем выносной бензобак к нашему двигателю. Ямаховский коннектор. Здесь то же самое. Открываем вот эту крышечку. О, рыба плещется. Открываем клапан, чтобы воздух мог поступать в бензобак по мере того, как бензин из него уходит. И делаем несколько легких движений груши. Вот, собственно, бензин уже поступил. Вот так. Как видите, он завелся даже без такой прибруны, которая называется подсос. Ничего так не радует взрослого мужчину, как то, когда он завел мотор. Теперь мне надо успеть сюда запрыгнуть. Да, давай, приди. Успели. Ну-ка посмотрим, как эта лодочка, довольно тяжелая, деревянная, поедет с нашим двигателем. Я отпустил румпель, и мы просто плывем. Довольно быстро для такой лодки, для такой реки и для такого мотора. Поворачиваю с помощью наклона лодки. Примерно, ну, как на сноуборде там. Немножечко наклоняешь лодку вправо, она поворачивает вправо. Итак, мы почти у цели. Здесь вся жизнь. Село. Дом культуры, библиотека, почта, околоток, магазин. А в магазине все, что в душе заблагорассудится. Когда-то здесь были в большом почете купцы Коровкины. Имели несколько лавок. Мы уже в летописи прочитали. Может быть, этот магазин сейчас держит потомки купцов в Коровкинах. Здесь вот такой местный порт. Видите, пришпортованный. Лодочки. 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 Газета. Газета. Скажите, пожалуйста, а сколько стоит газета? 10 рублей. Берем. Надо ознакомиться с новостями местной жизни, посмотреть объявления, может быть, что найдем по сходной цене. Да и вообще. Все-таки газета – это явление культуры. Скажите, пожалуйста, у вас есть капюшка? О, отлично. В нем качан капусты. В нем качан капусты. А есть ли у вас беломор? Нет. Нет? А то мы тут живем в деревне и подсели на беломор. Нету? Ну ладно. Ну вообще довольно интересная экспозиция в плане алкогольных напитков. И есть и перцовочка, и просто, и вина, и вот столько. Белый хлебушек. Вот это то, что нам нужно. 35 рублей. Печеньки? Печеньки хочешь? Ну, я бы взял к чаю. Будем же чай пить сегодня? Да. Целый килограмм. Печенье? На неделю. Берем. Наша капуста, которую попросил купить сосед. Очень он хотел капусты. Говорит, привезите, умираю. Это самый большой качан? Ну да. Отлично. Может, мы ему хлебушку еще привезем? Давай два батона. Один себе, а другой Владимир Сергеевич. А то он пока сюда до чапы, целый день пройдет. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я его снял. Встань так, надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пускай еще. О! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойду-ка я отдам конец. Ой, не надо отдавать там что-то. Ну, или отдам швартовый. Как это называется у моряков? Путешествие за хлебом в село завершилось удачно. Купили капусты, два апельсина. Газету местную будем сейчас читать. А беломора не нашли. А беломора не нашли. А беломора не нашли. Кончился. Газета. Беженская жизнь. Какие новости? Ну, если не в мире, то хотя бы в районе. Увеличился выпуск готовых кормов для сельскохозяйственных животных. На участке дороги Вышневолочь к Санково завершено устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. Растет производство хлеба и хлебопекарной продукции. Ура! Вот это действительно хорошие новости. Огромное расписание телевизионных передач. Ну, расписанием телепередач мы воспользоваться не можем, поскольку у нас нет телевизора. Так, хранители наследия. Пять старинных храмов из Тверской области вошли в уникальный федеральный проект по спасению утраченного наследия. Вот это да? Да, вот это хорошая новость. Ну, людям будет куда ходить. Хотя мне нравятся разрушенные храмы. Где-нибудь в лесу, далеко от цивилизации. В том естественном состоянии, в котором они сейчас есть. То есть, когда осталась накоренившаяся колокольня, крест. Старый черный. Стены полуразвалившиеся, сквозь которые прорастают деревья. Березки, сосенки, трава. Дикие звери бродят. Птицы живут под крышей. Вот это самое красивое. А когда железобетонный новый храм стоит? Ну, немного не то. Нынешний новый, они его восстанавливают. Это да. Вот, что касается этих-то права. Ну и все. Так, а на последней странице что у нас? О! Внимание! Каждую субботу в 17.00 у рынка состоится продажа кур молодок. 4-5 месяцев в рыжие-белые цветные куры. Привитые. Дальше идет телефон. Еще несколько объявлений по курам-несушкам. Так. Сельскохозяйственный закупочно-бытовой потребительский кооператив. Беженская буренка. Дорого куплю любые иконы. Самовары, статуэтки, кресты, колокола, часы. Потому что, по-моему, все скупили в 90-е. Меня кусают. Сейчас пойдем. О! Классное объявление. Покупаем дорого старые подушки, перины, свежие гусиное и утиное перо, рога лося-оленя. Приезжаем на дом. Кстати, у нас есть рога оленя, как выяснилось. Видите, подушки старые. Может, мы их высушим? Сами будем на них спать? Не, давай толкнем. Сделаем такую купеческую постель. Большая кровать и такая пирамидка из подошв. В общем, по курам-молодкам. О, гороскоп. О, Бора. Так. Я телец, почитай мне. Вы сможете еще больше укрепить свой авторитет, как в профессии, так и на общественном поприще. Угу. Посмотрим, сколько людей посмотрит это видео и насколько укрепился авторитет на общественном поприще. Таким образом. Машеньке. Да. Ну, вот такие пироги, вот такие новости, исчерпывающие, надо сказать. Снимаем выпуск на реке, вернувшись из похода в сельский магазин. Большой. Смотри, у него лапки. Ну-ка, сделай лапки. Счастливая собака. Анатолий Михайлович, мы хотим поснимать медведей на камеру, чтобы включить медведей в наш новый фильм. Следующий. На YouTube. Где нам тут гарантированно пойти и встретить косолапых? Пожалуйста, берите лодку, едьте на ужень. В жаркий день. И вы можете там увидеть его. Или с утра, или после обеда. А с утра во сколько примерно? Ну, часов в 6-7 утра. Ага, надо встать пораньше. Туда поднимайтесь, а потом обратно спускаетесь. И он где-то вам должен попасть. Ага, кто рано встает, к тому медведь идет. Да, да. А что он там пасется на берегу реки? Что он там делает? А он рыбу ловит и купается. А, правда? Да. Он обычно один там? Один. Пока один. Видели всегда одного. А дальше я не знаю как. Может он сейчас выводки маменьки ищет медвежи. Может они позже придут и всей семьей. Ага, а вы последний раз его случайно там встретили на реке? Да. Утром? Нет, я встретил его после обеда. Ага, то есть он там рыбку ловил, наверное, у вас. Нет, он искупался и еще тогда воды много было. Он искупался и лежал, отдыхал на берегу. И вы его внезапно настигли? Ну, я подъезжаю, а он голову поднял и смотрит. А голова вот такая. Ой. Я думаю, а это что за зверюка? А потом как встал на передние лапы, у него грудь, галстук белый, сам бурый, но я подъехал к нему где-то в 25 метрах. Вот тут я уже цвет даже видел. Бурый. Да. Ну, я, конечно, тоже испугался, но что же делать? Я, река как раз, я шел на него вот так, а перед ним он здесь на берегу поворачивал и дальше уходил вот так. И я, когда сравнялся с ним, он поднялся на все четыре лапы, повернулся и пошел в лес, ну, в кусты. А я ушел дальше. На моторе? Да. Ну, я так понимаю, что до берега было метр три там, да? От него? Ну, вот, от вас до берега. Если бы он хотел, допустим, вас, ну, как-то с вами ближе познакомиться, он мог бы запрыгнуть в лодку? Ну, конечно, ему хватило двух прыжков, и он бы был в лодке у меня. Ну, вот, и все. Ну, вроде, медведи здесь ведут себя хорошо и в лодку не лезут без приглашения. Ну, да, видно, он не пуганный, не стрелянный, ничего. Он просто развернулся и ушел. Ну, поскольку здесь уже периодически люди с ним встречаются, может быть, дать ему какое-то имя? Не надо, мы не любим. Пусть медведь остается просто медведем. Да, косолапый. Но косолапый большой. Года четыре ему, может, пять. Взрослый. Взрослый, уже здоровый. Такой крупный. Видел я там раньше вот на поле овсяники. Это маленькие медведи, а этот слишком крупный. Овсяники это на овсе, которые живут? Да, они овсом питаются в основном. Которые им высаживают охотники? Да. В безумной надежде подстрелить мешку? Нет. Они на кабана вовсе. Это на кабана овес? Да. А, а медведи, значит, съедают? Они тоже бывают, заходят. Но в основном это на кабана. Очень удобно быть медведем в наших краях. А картошка, вот, овес, они и сажают, и сажают картошку, и овес их, это на кабана. Анатолий Михайлович, а может, его как-то приманивать, чтобы повысить шанс встретить? Вот плывешь в лодке, там печенье ему показываешь. А, да. Банку меда. Мед. Да, можешь бочку меда вот так наливать. Он тебе подойдет, скажет спасибо, Олег. Родной. Родной Олег. Подорожился вот такой птенец на нашем участке. Может быть, это птенец дроздорябинника? Я думаю, да. Похож на маму. Хороший. Какой же насупленный. И он вот мущённо прыгал. Попрыгал. Ну ладно, я думаю, он знает, что ему делать. Спасибо, что посмотрели это видео, и до встречи в следующем.